Даю практический совет девушкам, которые хотят стать фотомоделью. Чтобы стать фотомоделью, девушке надо дружить не с бизнесменами, а с мальчиками-фотолюбителями. Фотомодель это не та, у которой параметры 90-60 на 90 и роста выше 170, а та, которую фотографируют. Та, которая 90-60 на 90 и высокий рост, это манекенщица, ибо на такой размер как раз шьется стандартная одежда. А фотомодель это та, которая фотографирует. Вот мой муж, фотолюбитель, меня везде водит, на фоне всего фотографирует, покупает мне красивые платья, чтобы я в кадре тоже хорошо смотрелась. И потом в результате я вижу везде свои фотографии. Ну как вы считаете, у меня модельная внешность? Как вы считаете, при моем маленьком росте я фотомодель? Оказывается, что фотомодель, потому что других не фотографируют, а мой муж фотографирует меня и везде публикует мои фото. Вот в искусстве фотографии есть такой момент. Вот, например, мы ходим в разные клубы, полно всяких красивых девушек, фотографируют, казалось бы, кого угодно, а нет. Она потом начинает орать, не публикуете мои фотографии, я ей не давала разрешения. Поэтому вроде бы даже в клуб, где полно красавиц, надо приходить со своей моделью. Или еще момент такой, что мы где-нибудь гуляем и видим какой-нибудь интересный арт-объект. Казалось бы, бери и фотографируй. А тогда фотография будет не художественная. И если в кадр поставить кого-нибудь красивого, кто этот объект трогает, или кто на этот объект смотрит, то уже выглядит совсем иначе. И уже вроде как художественная фотография и какие-нибудь мелкие ресурсы, интернет-ресурсы или районные газеты, они с удовольствием такие фотографии публикуют. Поэтому, девушки, дружите с фотолюбителями и станете фотомоделью. Мальчик будет вас фотографировать, вы будете мальчику позировать, и вот уже завязывается дружба, вы друг другу нужны. И в дальнейшем будете четко знать, какие будут дурные привычки у мальчика. То есть он будет на всех корпоративах всех фотографировать. А мог бы бухать. Так лучше фотозависимость, чем алкогольная зависимость. Разве не так? Точно.